Всем привет. Спасибо, что пришли. Меня зовут Евгения Геттингер. Я занимаюсь пиаром, маркетингом, культурных проектов и арт-консалтингом. И сегодня в нашей прекрасной компании мы собрались поговорить, почему же мы все так любим коллаборации между брендами и художниками. Я представлю наших спикеров. Рядом со мной Дмитрий Аске, художник уличной волны, сотрудничал с брендами Nike, Reebok, Swatch, MTS, RGD и другими. Сегодня поделится своим опытом и вообще видением на такую ситуацию, как коллаборации художников и бренда именно со стороны художника. Динара Шарлопаева. Сейчас занимается продвижением культурных проектов, лобби и фонда MaxArt. Ранее занимала позицию руководителя отдела маркетинга музея имени Александра Сергеевича Пушкина. Человек, который сделал Пушкинский музей модным снова. Екатерина Положенцева. Создатель онлайн-галереи Oily Oil и менеджер спецпроектов Яндекс.Маркет. И Екатерина Жаркова, менеджер по маркетинговым коммуникациям в Йота. Тайминг у нас немного сместился, поэтому не буду затягивать водную часть. Хочу сразу передать слово Дмитрию Аске. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, со своей стороны. Вот вы первый такой большой художник, который участвовал в коллаборациях с очень крупными международными российскими брендами. И, по моему мнению, вообще один из самых узнаваемых с точки зрения визуальности художников российских. То есть не все могут знать имя, но все точно узнают уже картинку, ваш уникальный художественный язык. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как это все было с вашей стороны. Добрый день всем. Если можно, сейчас покажу с картинками, потому что так будет интереснее. Вот я тут собрал некоторое количество компаний, с которыми я сотрудничал. с первую такую серьезную коллаборацию. Я в ней участвовал в 2008 году. Наверное, я еще поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Я начал свой творческий путь с рисования граффити в 2000 году. И постепенно, пройдя определенное количество ступеней, выпуск печатного журнала о граффити, выпуск онлайн-издания про уличное искусство, создание уличной одежды, сотрудничество с различными компаниями и марками. И сейчас я занимаюсь созданием картин из фанеры, росписей и скульптур. Собственно, в 2008 году я впервые поучаствовал в коллаборации. И, наверное, это была такая точка отсчета. И самое забавное, что в этом случае я сам пришел к своему знакомому из Санкт-Петербурга, Никите Вилкину, у которого до сих пор есть этот бренд Antitr, и сказал, слушай, Никита, ты футболки печатаешь, давай я тебе нарисую несколько картинок. Он говорит, о, круто, давай. И еще я ему сказал, слушай, у тебя что-то логотип мне не очень нравится, давай я тебе новый нарисую. Он, значит, подумал, подумал, сказал, круто, давай. Ну, если нам понравится, мы его возьмем, если нет, то нет. Я говорю, не вопрос. И в итоге у них, по-моему, до сих пор вот этим логотипом они пользуются. А после компании Antitr я сотрудничал со своими друзьями с Faces and Laces много раз. Вот коллаборация со Стюси 2010 года, это тоже совместный с ними проект, и там была забавная история, что должно было участвовать три российских художника, а в итоге американцы сказали, нет, мы вот эту картинку напечатаем, а остальное вместо трех картинок напечатаем вот эту в трех расцветках. Также в 2008 году я со своими товарищами по граффити команде делал вот такую скульптуру из полистирола для московского офиса компании Nike, ну, то есть проект был инициирован местным офисом, и для нас тогда это был очень важный проект, поскольку для нас было впервые поработать с такой крупной компанией, тем более, когда к нам непосредственно пришли еще ряд других художников, которые были так же, как мы, связаны с граффити, и предложили сделать что-то, какое-то художественное произведение по мотивам красовок Nike. И после этого еще было много всяких предложений, там, от печатных СМИ, от блогов и так далее. То есть этот проект был, ну, важным в плане нашего развития, ну, моего лично и моих товарищей, с которыми мы тогда работали. Это несколько дизайнов, которые я сделал уже для Nike в 2010-2011 годах, но это уже был американский офис, причем тоже на тот момент, когда мне написали, это было больше 10 лет назад, я чуть со стула не упал, когда получил письмо, Сергей Дмитриевич, здравствуйте, мы вот из города Бивертон, штат Орегон, хотим вам предложить сделать дизайн для футболок Nike. Я такой, вау. Вот, и что самое интересное, из, там, порядка 10 или 11 картинок было напечатано 3 или 4, они прям вышли в тираж, продавались за границей, и вот эту футболку в центре мой знакомый из Севастополя даже спустя несколько лет, говорит, рассказывал, как он нашел в секонд-хенде, говорит, я тут нашел твою футболку, было прикольно. Еще один проект, сделанный с Nike, тоже скульптура из полистирола, сделанная как раз благодаря моим знакомым с Face and Lace, в общем, мы много с ними делали проектов в первой половине десятых годов, там, связанных с одеждой и вот с подобными произведениями и так далее. Еще один тоже проект для Nike, эта скульптура стояла в их, когда открылся их новый магазин в Цветном, и сейчас она у меня висит дома. Тогда еще они, ну как бы, по предыдущему опыту было понятно, что они не очень ценят работы художников после того, как мероприятие проходит, и я просто попросил, они говорят, можно я заберу потом работу, потому что предыдущие две где-то у вас пропали на складе рекламного агентства, они говорят, да, хорошо, сейчас мы узнаем. И в итоге вот она до сих пор у меня висит дома. Это мое сотрудничество с компанией Riba в 2013 году, в рамках глобальной кампании, куда пригласили 12 художников из разных городов мира, и каждый из художников делал графику, посвященную своему родному городу или тому городу, где художник живет и работает. Еще один проект тоже для Nike, скульптура, посвященная новому релизу Air Max 95, и там идея была, что у них было задействовано несколько художников, каких-то творческих деятелей, там Рома Муджус, например, тоже участвовал в этой компании, и помимо запуска кроссовок и арт-объектов, которые были установлены в магазине на Арбате, они делали такой еще интересный маршрут в районе Нового и Старого Арбата с Remote Moscow. И одной из точек был дом Мельникова, который как раз был одним из ключевых элементов вот этого произведения, в котором была идея показать связь между структурой вот этих кроссовок и домом Мельникова, как такой одной из важных точек в Москве. это банк аэрозольной краски с одной из главных компаний, которые производят аэрозоли для граффити. Скульптура пятиметровая для компании Интека, первый паблик-арт-объект, который я сделал, и он остался в городе, не был показан только в какие-то короткие промежутки времени, за исключением вот в прошлом году его показывали в Заряде на протяжении двух месяцев. Тоже был очень интересный опыт, когда ко мне обратилась не компания, производящая одежду или какую-то продукцию, а один из важных российских застройщиков, и предложили мне сделать скульптуру для одного из их жилых комплексов в центре Москвы. Это сотрудничество с компанией МТС в рамках Московской биеннале современного искусства в 19-м году. И там был такой очень интересный опыт. Я там делал роспись в здании Новой Третьяковки. Вместе с разработчиками еще делали Инстаграм-маску, еще там серию графических элементов, основанных на этом моем произведении, которые там были на толстовках, наклейках, еще каких-то носителях. И самое интересное было вот это взаимодействие между мной как художником, МТС как заказчиком, Третьяковкой как площадкой, еще биеннале как мероприятием. То есть вся вот эта внутренняя кухня для меня была в новинку. И много моего научился, намного по-новому посмотрел, когда увидишь, как вот эти такие грандиозные мероприятия выстроены изнутри. Еще один важный для меня проект – это фанерное панно в здании Ленинградского вокзала, причем тоже сделано в 19-м году. Задумывалось оно к десятилетию запуска Сапсана между Москвой и Питером. И планировалось, что оно там провисит год и потом его демонтируют. Еще две картинки было напечатано в тупиках, куда, собственно, поезда приходят. Но в итоге в этом году РЖД решила оставить это панно насовсем. Они уже даже как-то там с бюрократией-то все утряслили. В общем, такой временный проект, хоть и такой масштабный, он как бы перерос в уже нечто большее. И для меня, как для художника, подобные произведения, которые не просто там выставляются где-то в городе в течение месяца или нескольких месяцев, а на такой продолжительный срок очень сильно влияют на взаимодействие с аудиторией, расширение этой аудитории. Потому что, как мне на одной из радиопередач ведущий рассказал, что… Дима, слушай, я тут посмотрел, годовая посещаемость Лувра – 10 миллионов человек в год, у Ленинградского вокзала – 15. То есть сразу понимаешь, что искусство в общественном пространстве имеет огромный потенциал, потому что люди просто, приезжая в город, перемещаясь по городу, когда они встречают работу художника в таком формате, они просто не могут пройти мимо. И в любом случае, даже если они не поинтересуются, кто автор, все равно, встретив потом еще раз мою работу где-то в другом месте, они все-таки рано или поздно приходят к тому, чтобы все-таки копнуть, кто я такой и чем я занимаюсь. Еще один тоже в том году сделанный проект для Найки, тоже скульптура, но в этот раз не очень большая. И в прошлом году я делал, участвовал в коллаборации с брендом Swatch, еще с двумя художниками, и там был интересный момент, потому что я на тот момент готовил большую персональную выставку, и у меня было очень мало времени, но при этом хотелось с этим брендом поучаствовать в коллаборации. И я придумал такую идею, что дизайн ремешков и часов, циферблатов будет создан из элементов моих фанерных картин, потому что все равно я их проектирую на компьютере, все равно я в цифровом виде делаю чертежи. Я подумал, почему бы, во-первых, не ускорить процесс создания графики, а во-вторых, связать эту историю с чем-то материальным, не выдумать, не высосать ее из пальца, а просто показать, что вот у меня есть картины, и я из фрагментов этих же картин могу создать орнаменты, которые будут использованы уже на реальных предметах. И в этом году я сделал картину, которая попала на обложку журнала Esquire. Тоже очень интересный опыт в плане взаимодействия художника-аудитории, людей, которые не могут увидеть картину вживую, но журнал тиражом несколько тысяч экземпляров тоже дает очень классный результат в плане того, что обо мне, обо моих работах узнало намного больше людей, чем узнало до этого, скажем так. И подытоживая весь мой короткий рассказ, хочу обозначить такие моменты, что художнику интересно сотрудничать с брендами, поскольку у брендов есть большой ресурс для взаимодействия с большим количеством людей, а у художника есть что-то интересное, что он может через вот эти каналы брендов транслировать и дополнять как бы идею и сообщение бренда. И если такие проекты получаются взаимовыгодными для всех сторон, для художника, для бренда и для зрителя, то, как правило, они всегда приносят хороший результат для всех. И про финансовую составляющую, я думаю, можно не упоминать. И так понятно, что если у художника есть определенный багаж уже каких-то проектов, то всегда можно уже по поводу гонораров не скромничать. Если начинающий художник будет думать круто посотрудничать с компанией Nike, сколько денег предложат, настолько я соглашусь, то с течением времени ты понимаешь, что ты можешь сам уже выставлять какие-то более высокие цифры гонораров и так далее. И помимо этого, это всегда интересный опыт, когда вы не просто делаете то, что вы обычно делаете, к вам приходят и предлагают какой-то новый формат взаимодействия, это всегда интересно. Плюс всегда интересно знакомиться с какими-то людьми, которые так же, как и вы, в своей области занимаются чем-то интересным и предлагают вам посотрудничать. Всегда интересно посмотреть на внутреннюю кухню. И помимо этого, каждый новый проект приносит шлейф из каких-то других проектов. Тех людей, которые увидели что-то, что им понравилось в этих коллаборациях, они приходят либо к бренду, либо к этому художнику и предлагают им еще сделать что-то новое. На этом у меня все. Передаю микрофон. Да, Дима, спасибо большое. Предлагаю перейти сразу к презентации Динары, а потом мы уже обсудим наши вопросы и ответим на вопросы из зала. Динара здесь не случайно. Я пригласила ее поделиться своей потрясающей экспертизой музейного маркетинга. Динара много лет проработала в Пушкинском музее и те вот именно коллаборации, которые мы знаем, Динара сейчас про них расскажет, идеолог их сидит перед нами. Динара, спасибо большое. Всем здравствуйте. Спасибо, что вы в субботу пришли сюда. Очень приятно видеть полный зал. И спасибо Жене за приглашение. Я очень рада здесь быть и поделиться своим опытом. Перейду к первому слайду. Ой, а картинка не подгрузилась? Дальше хотя бы подгрузилась. Здесь был Давид, жующий жвачку розовую. Это чтобы немного сбить пафос мероприятия о том, что все-таки то, что мы делаем, если говорить о брендах, вы можете прочитать, не буду повторять. Это мысли и ассоциации. Что мы чувствуем, думаем о бренде. Когда мы покупаем какой-то продукт, мы покупаем не продукт, мы покупаем эту эмоциональную составляющую, которую этот бренд несет. И создавая какие-то такие проекты, важно это помнить и взаимодействовать именно с эмоциями. Не хочется говорить потребителя, но, так скажем, аудитория. Давайте назовем это таким словом. И говоря о коллаборациях, здесь важно говорить о контексте. И начать я хочу с одной, на самом деле, из культовых картин. «Едоки картофеля». И она представлена в музее Ван Гога в Амстердаме. Почему мне важно, говоря о контексте, показать этот кейс? Потому что лучший мерч музейный, который я в жизни видела, он на следующем слайде. Это чипсы с картинкой «Едоки картофеля». Как вы думаете, если бы эти чипсы продавались в Пушкинском музее, пользовались ли бы они успехом? Ну, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что человек, который сходил в музей Ван Гога, он видел эту картину, он уже несет эту информацию, у него есть какое-то знание, у него есть этот импульс. И поэтому далее, когда он спустится в музейный магазин и купит эти чипсы с этой картиной, то это попадание просто в его эмоциональную часть, его чувство юмора и его взаимодействие. Ну, для меня это 100 из 100. Лучше я путешествую по всему миру до пандемии, путешествую по всему миру и всегда хожу во все любимые музеи, захожу в музейные магазины. Ну, это лучшее из того, что я видела. Дальше уже будем говорить об этой взаимосвязи контекста, привязке к шедеврам уже не только на мировых кейсах, но я буду возвращаться к своим кейсам. Опять же, тоже чувство юмора уровень 100, мне кажется, потому что это знаменитая картина Яна Вермеера «Молочница», и здесь взаимодействие с брендом, который делает игрушки по типу лего. И они делают, на самом деле, Дрикс-музей, это один из моих любимых музеев, они делают это почти со всеми своими шедеврами. И мне кажется, здесь снова обращение к эмоциям, к детям, к тому, что это игра. То есть для меня во всех коллаборациях музейных очень важно понимать вот это чувство юмора и знать, что, так скажем, твой посетитель, он такой же, как человек, как и ты, он живет в этом же, так скажем, социуме, он взаимодействует с тем же контентом, что и ты. И если ты будешь это помнить, то тогда у тебя всегда будет получаться попадать вот в эту, так скажем, эмоциональную покупку. И не подгрузилась. Возвращаясь к контексту, ну ничего страшного, вы видите. Возвращаясь к контексту, я делала коллаборацию с носками в Пушкинском музее. В день, когда мы анонсировали эту новость, было 150 публикаций. Про нас написали там ВОК, GQ, все просто СМИ. И приезжал телеканал Культура брать у меня интервью, почему мы это сделали. Опять возвращаясь к первому слайду, контекст. Вы знаете, что есть у нас такая, ну, как сказать, не шутка, традиция, как угодно можно это воспринять, но что на 23 февраля мужчинам часто дарят носки. Собственно, этот мерч вышел к 23 февраля, и поэтому у него был такой успех, потому что, ну, как бы, время, в которое ты даешь эту коллаборацию и создаешь. Это очень важно. Поэтому здесь, на самом деле, тоже продолжение контекста. Следующий слайд — это о том, чтобы мы, призывая вас подумать об этом, про тренды и традиции, на моем опыте самые лучшие вообще кейсы, которые удавалось сделать или которые я наблюдала, это всегда где-то на стыке между трендами и традициями. Ну, тренды, я не знаю, даже это могут быть общегородские, я не знаю, лектории, кинопоказы, походы на выставки. И их тоже можно использовать и интегрировать в какие-то свои маркетинговые кейсы. Это вообще просто тоже любимая коллаборация. Хочу показать, что здесь и контекст, и тренды, и традиции. То есть бренд — это не только компания. Сейчас мы живем в такой мир нарциссической эры, когда сам человек — это уже сам по себе, само по себе медиа и само по себе бренд. Так же, как Бейонса, которая сделала клип вместе с Джей-Зи в Лувре, и это был невероятный успех. Почему? Потому что, опять же, это произошло на стыке. Бейонса пропагандирует тренды просто тем самым, просто как она выглядит. И они пришли просто в Мекку музеев, в Лувр, и на стыке получился такой интересный кейс. И, на самом деле, это продолжают использовать. То есть, по-моему, вот этот Лувровский кейс был пару лет назад, а в этом году Тиффани выпустили рекламную кампанию с Бейонса и с отсылкой к Жанну Бешелеу Баске. Наверное, вам знаком Гоша Рубчинский, известный в России дизайнер. И вот, расскажу, как мы это делали. Это был коллаб с Гоша Рубчинским Пушкинского музея, который готовился к 170-летию со дня рождения Поля Гогена. Поля Гоген, как вы знаете, он в коллекции Пушкинского музея и в галерее. И в чем была идея? Идея была в том, чтобы сделать что-то с Гошей, что мы не знали, что это будет. И что мы сделали? Придумали сделать гавайские рубашки, потому что на тот момент это был такой тренд. Мы выпустили этот коллаб в 2019 году. А скейтеры всего мира, они носят гавайские рубашки. И то есть автоматически была как бы привязка, что это настолько логично, что мы сделаем не только рубашки с использованием Гогена, потому что понятно, что Гоген писал про Таити, и эта островная тема ему тоже близка. И еще сделали скейтерские доски с изображением Гогена. Здесь, конечно, понятно, что я ограничена временем, но могу просто сказать, что это был очень сложный коллаб с точки зрения его производства, потому что вообще создание. Мы работали над этим коллабом год. У Гоши Робчинского есть марка «Рассвет», которая не связана с Россией юридически, она принадлежит Ком де Гарсону, и все переговоры были через Париж и все договоренности и прочее. Про это можно отдельно рассказывать, просто не буду на этом долго останавливаться. Но опять же здесь всегда держу эту мысль в голове, откуда мы начинали, что тренд, традиции, контекст, то есть все это нужно увязывать вместе, и чтобы это было созвучно тому, что сейчас происходит в мире. Дальше также расскажу, что мы делали такой же коллаб с Ниной Донис, ну не такой же, а была у нас выставка «Эпоха Эда», и была идея посотрудничать с Ниной Донис, и они сделали к эпохе Эда свою вариацию на тему кимоно. Это был кейс с «Республикой», тоже очень сложный, мы делали его почти два года. Здесь огромная коллекция картин, которые были использованы, и идея была в том, чтобы продвинуть галерею, потому что основные шедевры Пушкинского находятся в галерее, но большинство людей ходят в главное здание. И здесь была история в том, чтобы как можно больше картин использовать в этом коллабе. Мы здесь делали блокноты, стикеры, постеры, спички. Да, спички вообще это отдельный успех был, они пользовались невероятным спросом. Ну и здесь запершающий просто слайд. Просто вы можете прогуглить, если вы не знаете эти кейсы, но их на самом деле уйма. То есть там Ван Си и Ван Гог, Кост делал классный кейс, Юникло поддерживает искусство современное по всему миру. Еще очень классный кейс был Ресайкл и Диор, когда русские художники поработали с Диором. Мне кажется, это тоже классный кейс. Спасибо вам большое. Я передаю микрофон. Спасибо, Динара. Но сразу дополню, что мы не приглашали экспертов из фэшн, потому что эти примеры очень известны. И интересно даже обсудить более локально, как бренды выбирают художников для коллаборации. То есть у Дмитрия самая длинная история в этом плане. Уже больше 14 лет с первого коллаба прошло. И я задам несколько вопросов позже. Динара рассказала про их кейсы с уже умершими художниками изображения, которые они могли так или иначе использовать. Но также нас трогают коллаборации, которые происходят с молодыми, ныне живущими художниками. Как бренды их выбирают? Как вы с ними общаетесь? Вот, Катя, слово тебе. Всем привет. Меня зовут Катя Положенцева. Расскажу вам про спецпроекты, которые мы делаем в Яндекс.Маркете. И моя задача, моя задача моя и моих коллег растить лавмарку, делать классные ламповые спецпроекты. И для этого мы привлекаем молодые российские бренды, дизайнеров, художников. И расскажу вам о том, что мы делаем, не поверите, прямо на этой неделе. Вот так совпало, это будет интересно. Самое актуальное. В общем, ко мне пришли мои коллеги, наверное, в начале лета, и рассказали, что в Яндекс.Маркете будет в сентябре происходить бренд-день, который длится неделю, и выйдет это называться «Незабудни». Это такой первый кейс подобного рода в Яндекс.Маркете. Вообще Яндекс.Маркет, начиная с этого года, немножко внутри Яндекса реформировался. Это стало такая… Ну, как бы, все знают, что e-commerce сегодня все делают на это большую ставку, и Яндекс в том числе, и у маркета появилась такая новая жизнь с этого года, и мы очень быстро растем, развиваемся, огромное количество планов, и вот, собственно, такая первая история, когда маркет решил сделать свою бренд-неделю по типу там «Черная пятница» есть, которую мы все знаем, а здесь такая неделя скидок, неделя впечатлений. И пришли ко мне мои коллеги, это не коллеги, кстати, простите. Да, пришли мои коллеги, которые сказали, что нам нужно сделать серию продуктов, товаров, предметов, которые будут представлены в рамках этой недели «Не забудь не», и это такие спецтовары, коллаборации, и все эти товары будут продаваться один день, то есть как бы в данный момент идет эта неделя, и вы не поверите, завтра будет тот самый день, когда все эти товары будут продаваться. Сейчас я вам расскажу. В общем, ко мне пришли с этой историей, я очень долго думала, что мне делать, вот с кем я должна сделать коллаборации, кому мне идти, благо у меня было много времени, я много времени думала, потому что я не понимала, что значит «Не забудь не», какие товары там должны быть, должно ли это быть связано с айдентикой мероприятия, нужно ли мне привязываться к названию этого мероприятия, которое там для меня весьма странное, и там что это должно быть, что это за незабуднее. Вот, и в общем, меня оставили в покое, опустили в свободное плавание, я постепенно начала накапливать какие-то проекты для, начала придумывать коллаборации, и в итоге я разошлась до того, что мы сделали там порядка 12 или 13 коллабораций с российскими брендами, художниками и дизайнерами, сейчас я вам покажу часть из них, и по большому счету, это, конечно, такая история получилась про перепрыгнуть себя, потому что в целом каждая из коллабораций, которую мы сделали, она заслуживает отдельного инфоповода, и я могла бы там выезжать на них на протяжении года своей работы, а здесь как-то так все легко случилось и получилось, и у нас получилась такая очень жирная, симпатичная история об успехе, который судить можно будет завтра к 12 ночи. Вот, и я пошла к ребятам, поскольку у меня такой большой бэкграунд и из журналистики, из арт-сферы, у меня, конечно, огромное количество знакомых, с которыми я быстро могу о чем-то договориться. А в процессе я узнала о том, что людей в Яндексе могут уволить, если их подрядчик, их друг, и я сказала, слушайте, все мои, все люди, с которыми я обращаюсь, они все мои друзья, что мне делать? Мне сказали, ну ладно, так и быть. Вот, и сейчас я вам быстренько расскажу, это вот просто такие имиджевые картинки, что в итоге получилось, куча разных товаров, расскажу кратко про каждый из них. Это питерские ребята, и вообще, как бы, наверное, основная мысль, которую бы я хотела донести, что для меня было важно, что у меня была возможность обратиться к локальным маленьким брендам. Здесь нет ни одного жирного бренда, кроме, наверное, там, косметики Сергей Наумов, который такой серьезный, он продается по всей России, во всех крупных косметических магазинах, а все остальные ребята, это такие локальные ребята со своей лояльной большой аудиторией, и для меня уже, вот, даже там, на этой неделе я уже сделала вывод, насколько это классно, потому что у этих ребят есть очень благодарная аудитория, и они всегда очень, я так, резво, искренне и позитивно реагируют в соцсетях на то, что делает их любимый бренд, и как бы для меня, как для человека, у которого задача сделать так, чтобы Яндекс.Маркет любили, это такой очень простой ход приблизиться к этому. Это питерские ребята, которые мне очень нравятся, они делают такие футуристичные, маленький, футуристичный дизайн, делают супермаленькие дропы, там, какие-то футболки, толстовки, которые разлетаются за пять минут через их инстаграм, я пошла к ним, мне нужно было закрыть спортивную категорию, мы решили взять, выпустить футбольный мяч, и вообще забрендировать футбольный мяч, это оказалось суперсложной задачей, которую я разрешила буквально за один день, потому что просто добрые люди из компании, к которым я обращалась по производству мячей, быстро мне посоветовали, там, через, ну, как бы, одни посоветовали других, другие, другие, потому что оказалось, что можно брендировать одну ячейку, то есть там, логотип Адидаса поставить, а забрендировать, как бы, без дизайна разложить на футболь на вот эту вот ткань, из которой собирается мяч, это либо Китай, либо Европа, это там три месяца, но вот нашлось, нашлось одно производство в Москве, которое нам, это, как бы, была самая сложная задача, и она быстрее всего реализовалась, когда мне там через два дня прислали видео с этим мячом, я подумала, нет, я не верю, что это настоящее, это просто 3D-модель, мне сказали, нет, он уже готов и сшит, это было очень круто, и с этими же ребятами мы сделали шоппер, это тоже моя любимая история, такая немножко ироничная, потому что не забудь ни этой недели, недели впечатлений, и мы подумали о том, пошли к ребятам из российского бренда нижнего белья Петра, и предложили им сделать трусы неделька, знакомые нам всем из детства, и они сделали нам женскую и... Это аплодисменты? Спасибо. И они нам сделали женский и мужской набор, и ребята немножко там заморочились, сами заинтересовались, выяснили, что есть некий лунный календарь, и по лунному календарю у каждого дня недели есть свой цветок, и вот они разложили это по дням недели, подписав. Про где купить, это дальше. Дальше мне очень хотелось поработать с каким-нибудь московским фотографом, у меня было несколько на примете, я думаю, что ко всем из них я рано или поздно приду. Сейчас я пришла к Саше Мадемуазель, Саша Мадемуазель такой известный московский фотограф, ее любит скейт-сообщество, она очень много снимает для Гоши Рубчинского, и какие-то рекламные компании, и дружит с ним, и для Рассвета в том числе много снимает, и я очень хотела сделать деку, пошла к Саше, и мы с Сашей выбрали фотографии, мне еще очень хотелось керамическую вазочку сделать, и вот мы с Сашей сделали тоже несколько приметов, есть две деки, два лонгслива, и вот такая керамическая вазочка. Дальше вот Сергей Наумов, наш прекрасный российский визажист, который сделал такой первый громкий бренд декоративной косметики в России, этого не делал никто, потому что это огромный, ну как бы, вы понимаете, это там супербольшая конкуренция, когда российский бренд выпускает тушь для ресниц, то к этой туши для ресниц будут всегда придираться, поэтому они как бы, у ребят, у ребят супер классное качество косметики, они очень за этим следят, для них это очень важно. И мы пошли к Сереже, и он для нас разработал бальзам для губ, выпустив его первый раз в желтом цвете, и тоже остался очень доволен. Дальше у нас стартовал релиз новой станции Алиса Лайта в августе, и мы взяли парочку колонок, у них есть дефолтные цвета, вот тут голубой, фиолетовый, их еще много разных, и я пошла к художнику Кириллу Кто, которого я очень люблю и уважаю, это такой стрит-художник, который тоже там, как Дима, из пространства улиц перешел на уровень ярмарки Космоску, и Кирилл сделал для нас дизайн двух станций, он очень много работает с текстом, на одной колонке он написал смысл есть, но он спит, а на второй теперь у тебя есть это фиолетового цвета. Дальше тоже хотелось каких-то впечатлений, и мы пошли к российскому бренду, который занимается классными штуками для парфюмирования дома, это диффузеры, свечи, и вот эта свеча, которой я больше всего горжусь, она с запахом томатов из помидор, томатов из парника, свежесорванных, и это правда очень-очень круто. Здесь тоже такой вообще супернеобычный кейс для Яндекс.Маркета, учитывая то, что мы очень большие, мы продаем, у нас задача продавать огромное количество товаров, очень хочется работать с крафтовыми ребятами и с ремесленниками, у нас, кстати, с ремесленниками тоже такой отдельный проект в скором времени стартует, и мы пошли к девочке Даша Сурмила, у нее такой маленький свой бренд, питерский бренд, и она нам сделала супернебольшой тираж этой посуды, выполненной вручную, то есть это там, я не знаю, 30-40 предметов каждой тарелки, это, конечно, не масштабы маркета, то есть, когда я это рассказывала нашим каким-то юристам, все надо мной смеялись, зачем мы это делаем, потому что нам нужно продать тысячу тарелок, а не 30 тарелок, но для меня это важно, мне это разрешают делать, пока могу делать, я делаю, и вот Даша нам сделала такую керамику, тоже маленький бренд, по-моему, из Омска, тоже нам вручную вязали эти панамы, и тоже небольшой тираж, конечно же, это там несколько мастериц, которые их собирали, и для меня это тоже классно, дать возможность людям сделать работу, и продаваться на маркете. Тоже мне нужно было окучить много разных категорий, в том числе и собачников, я подумала про вот этот адресник, которым все активно пользуются, мы пошли к Инге Меладзе, у которой свой бренд бижутерии, хотя даже, наверное, ювелирный, можно сказать, бренд, и она нам сделала такие две разные медальки для собачек. Вот, это, наверное, я с этим закончу, в общем, эта неделя не за будни, это все продается в данный момент на Яндекс.Маркете, точнее, это будет, это все анонсировано с этого понедельника, и завтра это все будет продаваться, но есть один маленький нюанс, что это все продается за баллы плюса. И это было пожелание от наших руководителей, нам нужно прокачивать категорию плюс, которую многие из вас наверняка пользуются, накапливают баллы в такси, и, в общем, если вы там что-то накопили, я вас приглашаю. Вот, и завтра, как бы я очень рада, что я сегодня вам об этом рассказываю, не зная, что со мной будет завтра, с этой историей, может быть, я буду грустной или, наоборот, очень веселой, пока я в нейтрале. Вот, и я быстренько хотела вам рассказать еще про один там лав-проект, который я реализовала для Яндекс.Маркета. Если, да, я, если честно, не буду про ойли рассказывать. И перейдем к ойли-ойл. Я про ойли, давайте пропустим. Ну, хорошо, тогда на вопрос. И это тоже важная для меня история, поскольку я занимаюсь вот тем, чем я занимаюсь, о чем я только что рассказывала, на меня еще повесили в маркете историю, девчонки из Блазара, я вижу, историю про корпоративную социальную ответственность, в рамках которой мы выбрали категорию экология. То есть нам, как вы понимаете, сегодня любому заметному, сильному, большому бренду важно быть экологичным, стараться оставлять наименьший экослед. Мы все понимаем, что это очень сложно, это очень дорого. У кого-то это получается, у кого-то нет. Кто-то здесь компенсирует свой экослед, в другом месте, наоборот, перепроизводит чего-то. В общем, это такая очень большая, сложная, серьезная история, о которой все сегодня начинают задумываться. И в том числе, конечно, в маркете мы тоже об этом много думаем, в том числе, потому что Яндекс.Маркет это доставка в коробки. Мы производим, мы ежемесячно порядка полтора миллиона коробок расходятся по всей стране. Помимо того, что весь картон, из которого сделаны наши коробки, это картон из полностью переработанного картона, что важно для нас, конечно же. Тем не менее, это все равно огромное количество картона, который потом, конечно же, задается на переработку уже какими-то там разными людьми, которые его собирают, куда-то относят. Для нас важно работать с нашей коробкой и давать ей вторую жизнь. И вот это такой был мой проект мечты, который я придумала, когда я пришла в маркет, и мне удалось очень быстро его реализовать, потому что ко мне пришли девчонки из ярмарки современного искусства «Блазар». В этом сентябре она проходила второй раз в музее Москвы и имела суперуспех. Я рассказала девочкам про то, что вот у нас есть коробки, и я мечтаю сделать из них мебель, и они сказали, я тебя умоляю, мы тебя умоляем, пожалуйста, сделай. И я пошла, это тоже как бы история про коллаборацию, потому что есть такой театр-картборде, который 15 лет строит из картона все, что можно. Они начали с декораций для театра, за 15 лет научились строить из этого все, поэтому мы им сгрузили с наших складов БУ-картон, и они из этого БУ-картона собрали разные предметы мебели, которые мы расставили по ярмарке. Она была в зоне лектория, в зоне лаунжа, то есть там не было никакой другой мебели, кроме нашей. Помимо того, что были вот такие штуки, сделанные полностью из картона, мы еще и купили немножко старой мебели на Авито, переделали у них спинки, ножки, которые теперь тоже из нашего картона, немножко обновили обшивку. В общем, вот такие были диваны, и эта история имела успех, она была классной, это очень круто выглядело, это очень круто было интегрировано в контекст современного искусства, ярмарки, и со стороны своего руководства, своих коллег, я получила огромное количество положительных отзывов, и более того, там наши руководители попросили, чтобы на всех оффлайн мероприятиях маркета была подобная мебель, чтобы это было нашим бенчмарком, и это, конечно, суперсчастье для меня, а в перспективе, это, собственно, то, с чего началась моя идея, я вообще хочу реализовать этот проект с одним классным московским архитектурным бюроком, который я очень люблю, и мы хотим сделать в перспективе какой-то такой небольшой дроп и продавать эту мебель из картона. Вот, спасибо большое. Да, спасибо, Катя. Спасибо. Мы привыкли, что коллаборации – это что-то такое, что можно потрогать, хоть это и ограниченный тираж, но то, что можно купить себе и получить в собственное пользование какую-то частичку художника. Катерина, представитель бренда Yota, расскажет нам про диджитал-коллаборацию, которая случилась совсем недавно. NFT-художник сделал несколько диджитал-полотен в русском стиле. Катерина, вам слово. Спасибо большое. Всем привет. У меня большая тебе просьба. Я скинула ссылочку. Да, можно ее вывести. В общем, я не стала готовить прессу, потому что, в общем-то, можно на сайте посмотреть. Третий сайт, он такой, как галерея. Можно вниз прокрутить, пожалуйста. Там, в общем, 9. Ну вот в целом, да, можно здесь остановиться. Такой предпросмотр всех этих карточек. Они на самом деле анимированы, поэтому я всем советую зайти на сайт CryptoRussia Yota.ru и посмотреть на них. Также они есть, естественно, у Brickspacer. Собственно, с чего это все началось? У нас была рекламная кампания. В имиджевое абсолютно мы хотели рассказать о том, что Yota есть по всей стране, потому что, ну, как выяснилось, это наша такая слабая зона была. Многие не знают об этом, что Yota ловит везде. И для этого была придумана идея изначально показать какие-то интересные истории, которые откликаются любому человеку, живущему в России. И даже, наверное, не только в России, а вообще на постсоветском всем пространстве. Это панельки, это ямы на дорогах, это там посидеть на дорожку. Ну, в общем, у нас там, по-моему, пять этих историй тоже есть, очень интересных, которые с юмором обыгрываются. Вообще очень любим такой интересный юмор в коммуникации в своей всегда. И, ну, естественно, так как это реклама, которая шла на ТВ, да, она была максимально гладкая, вся вылизанная, так сказать, без каких-то провокаций, но, тем не менее, она все равно была суперпозитивно, удалось суперпозитивно показать это все. Ну, то есть такие вещи, которые вроде бы и грустим мы о них, а на самом деле они и наши, и родные, и нам приятно всем. Теплые какие-то эмоции вызывают. Так как мы поддерживаем рекламные кампании, стараемся еще спецпроектами всякими, то есть это спецпроект, что для нас. Это не прямая реклама, которую мы видим по телевизору, которую мы видим там в диджитале, ну, то есть рекламные баны, рекламное, все вылизанное красивое. Мы любим еще коммуницировать с нашей аудиторией через другие какие-то каналы, которые мы пытаемся тоже сами придумать, найти нестандартные, интересные, которые бы вызывали эмоцию у человека, у нашего потребителя. Ведь опять же таки у нас особенно сложный продукт, это не товары, которые можно пощупать, потрогать, это связь. Она эфемерна, ее как бы не потрогаешь, не почувствуешь. Так вот, дальше к Брикспейсеру. И хотим сделать спецпроект. Мы сразу подумали о том, что было бы круто показать еще какие-то другие ситуации, опять же, знакомые всем жителям России, их жизнь обычная просто. И для этого, конечно, мы сразу… Ну, не конечно, но первая мысль это была обратиться к художникам. Мы не сразу пришли к этой, к Брикспейсеру, потому что мы вообще изначально хотели сделать это офлайн. То есть это должна была быть по нашей задумке какая-то выставка, где художники обыгрывают, изображают ситуации какие-то бытовые, привычные нам всей, в нашей жизни. Но, конечно же, больное место всегда, наверное, у всех – это сроки. У нас их не было, как обычно. И организовываются какие-то офлайн движухи, у нас просто не было возможности. думали, что же с этим сделать. И наткнулись, нам помогли, посоветовали, конечно же, Брикспейсера, который как раз-таки основное его направление – это изображать Россию. И он так же, как и мы, относится к России не со злом, он не показывает чернуху. Он, да, у него есть там политический подтекст, конечно же, в его работах. Но в целом он очень любит Россию, даже несмотря на то, что он очень молодой сам по себе художник и не видел, наверное, не застал советский период, где были многие вещи, которые он изображает в себе на картинах. Но он это любит. Это вот очень интересно. Конечно, его тоже свойство, особенность такая, которую он отображает в своем искусстве. И у него главный персонаж – везде волк. И, естественно, у нас тут волки участвовали во всех этих наших картиночках. Это такие мини-ситуации, которые тоже забавные, они все с юмором. То есть это, опять же, это тусовка, какое-то семейное мероприятие. Вот первая верхняя картиночка. Сидит семья, веселится на фоне ковра. Там в середине несчастный ребенок, которому скучно, но у него есть попыт. Ниже картинка, это моя самая любимая история. Это рыбалка во время ковида. Я забыла, как она называется. У него у всех названия есть свои. Там тоже очень смешно. То есть там все достаточно абсурдно в его работах. Это очень смешно. И даже несмотря на то, что в них отображаются такие не самые хорошие вещи, так скажем. То есть, опять же, это ямы, это очереди, это там что, я не знаю. Но это надо видеть, да, а не потому, что у нас анимированные. Там машина с мигалкой едет, и фасад дома, это якобы искусственный фасад, он потом падает. Поэтому рекомендуют все посмотреть в движении. Но это все обыграно с юмором, с теплом, с добром. Это то, что нам нужно. Это было просто стопроцентное попадание в бренд. Мы никак… Что… Про саму работу расскажу, в общем, что было интересного. Первое и самое основное… Можете сразу вопрос? Да. Как можно использовать эти полотна даже в диджитал пространстве? То есть, их приобретают… Самое важное за мной, простите. Это NFT. Да, я совсем забыла сказать самое главное. Просто настолько трогает эмоциональная часть этого проекта. Почему, собственно, Brickspress еще нам очень подошел, кроме того, что он изображает Россию. Он NFT-художник. Очень известный в своем узком, так скажем, круге, потому что NFT – это такая тема, которая, конечно, достаточно не очень еще широко известна и понятна, но тем не менее, хотим мы этого или нет, она развивается очень активно. В общем, он… Самый успешный у нас, по-моему, считается NFT-художник. И все вот эти картины – это, собственно, NFT-токены. Они выложены на NFT-площадке, где продаются эти все. Их можно купить. Какие-то уже купили. У нас был аукцион, как положено, на всех этих блокчейн-площадках. Там стоимость в эфирах. Ну, в общем, можно разобраться. Там есть инструкция даже, как это все делать, как купить. В общем, что еще могу сказать по поводу, как отреагировала аудитория. Самое главное, хочу сказать, что эмоционально. То есть кто-то знал Blikspacer, как мы выяснили из нашей аудитории. Они, естественно, восхитились, эти люди. Многим очень все понравилось. Но были люди, которые не поняли, что за волки, почему они такие странные. Потому что эти картины, они у него, ну, как бы не высокого качества, в смысле пикселизации. Это его фишка такая, художественный прием его. Кто-то не понимал, кто-то понимал. Но самое главное, что мы удивили нашу аудиторию, вызвали интерес к нашей вообще рекламной кампании. И Blikspacer все выручные средства от продажи этих NFT отправляет на благотворительность. Так что, ну, как бы это абсолютно такая добрая история. Очень классно. Спасибо большое за эту историю. Мне кажется, самое главное в истории с коллаборациями это то, что в этом есть эмоция. И идеология самого бренда так или иначе коллерирует с идеями художника, со смыслами, которые он несет своим творчеством. Вот я бы хотела еще Диме задать вопрос как самому опытному из присутствующих в коллаборации с разными брендами. Насколько ли был вообще такой опыт, что бренды сами диктовали какие-то условия, на какую тему должны быть сделаны работы? Или это все проходило очень мягко и они полностью доверяли вам? Ну, обычно, если техзадания мне не нравятся, я просто сразу отказываюсь. Это на всех этапах моей творческой карьеры было. То есть мне в первую очередь важно, чтобы мне просто интересно было это делать. Из моего опыта, да, конечно, бренды, ну, у них есть какие-то рамки, в которых они предлагают художнику двигаться. Но обычно, если представители бренда четко понимают, что художник делает, что он может выдать в сотрудничестве с ними, то все равно они стараются пригласить художника на такой проект, который уже заведомо может его заинтересовать. То есть обычно, ну, там, конечно, всегда есть какие-то обсуждения, изменения и так далее, но у меня не было каких-то прям таких негативных ситуаций, что я там отказывался в процессе и так далее. Были случаи давно на заре карьеры, когда, например, российские клиенты приходили и говорили, о, нам все нравится, все так круто, сделай нам тоже что-нибудь классное. Говоришь, ну, хорошо. Делаешь, они говорят, ой, мы думали, будет совсем по-другому, а можно еще вариант? Ты просто ударяешь себя в лоб ладонью и говоришь, ну, ладно, хорошо, попробуем еще раз, дальше посмотрим. Вот, а если говорить, например, про, там, американцев и Знайки, они сразу присылают бриф, где, ну, там, моя же картинка, они говорят, хотим вот в таком стиле, надпись, скажем, Just Do It, и на этом все. Как бы ты им присылаешь эскиз, они говорят, круто, можешь доделать. Ну, то есть, не, потом уже все стало намного лучше, но это стало уже энное количество лет спустя. Но когда я начинал, вот много раз сталкивался с такой ситуацией, что иностранцы прям четко знали, что они хотят получить, и как это может выглядеть, а русские говорят, все круто, а потом спрашивают, а можно еще вариантик? Я хочу заступиться за российские бренды, ответить за, когда я работала в Пушкинском музее, мы предоставляли художнику полную свободу, считали, что это просто божий дар, что он согласился с нами работать, вообще никак не корректировали и принимали. Ну, и это всегда было как-то классно, потому что, когда художник свободен, мне кажется, он может сделать лучше, что он может. Ну, не всегда, но постарается. Еще очень зависит сильно от уровня художника. Ну, какой-то художник просто сразу не согласится, если ему скажут, нам нужно вот так. Ну, то есть у меня никогда не было такого, что нам нужно вот конкретно вот это сделать то. Но всегда все равно ты понимаешь, что когда ты сотрудничаешь с той или иной компанией или институцией, все равно ты так или иначе должен быть в ее контексте. Ты не можешь сделать что-то… Я имею в виду, что ты не выберешь художника, который тебе не отвечает идеологии твоего проекта, твоего бренда, поэтому должно быть какой-то мэч. Спасибо большое всем. В первую очередь Митрию, Динарию, Кате и Кате за их великолепные истории, кейсы. Большое спасибо, что выделили свое время в субботу. Спасибо большое слушателям. И, ну, мне кажется, ответ на вопрос, почему мы так любим коллаборации брендов и художников, очевиден, потому что это смыслы, это ценности, это эмоции, это какие-то впечатления и вдохновения для нашей жизни, для каждого дня. Продолжение следует... Продолжение следует...